This conference will now be recorded. 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 версии руководства ПМБОК? Насколько я ответил на ваш вопрос, уважаемая коллега Мария? Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Ну и в ходе курса вы получите целую систему картину, и в том числе управление проектами, и в ходе курса познакомитесь с терминологией и методами управления, методами управления проектами. Но, во-первых, прежде чем мы приступим к нашему мастер-классу, первое, о чем мы с вами должны договориться, мы с вами должны договориться о терминологии, а именно, если мы с вами управляем проектом, что мы будем понимать под проектом? А проект у нас с вами всегда будет временное предприятие, всегда, а именно у проекта всегда будет совершенно точная дата старта и совершенно точная дата окончания. В результате проекта мы Мы будем получать какие-то некие абсолютно новые, уникальные продукты, услуги или результаты, ну и как следствие это будет движущей силой изменений, ну и в результате мы будем создавать какие-то новые бизнес, какие-то новые бизнес-ценности. Ну и по сравнению с проектной деятельностью, может быть деятельность еще операционная, а именно мы в ходе операционной деятельности, к примеру, допустим, мы с вами выпускаем какую-нибудь продукцию, и пока эта продукция будет востребована на рынке, мы постоянно эту продукцию будем выпускать, у нас не будет какого-то точного времени окончания выпуска этого продукции, ну и при этом мы будем получать некие более-менее постоянные результаты. Вот это будет деятельность, деятельность операционная. Наш курс, в том числе и наш мастер-класс нацелен на деятельность проектную, и в данном случае мы с вами рассматриваем, каким образом мы с вами будем управлять, будем управлять проектом. Но прежде чем, с чего мы с вами начнем, с чего мы с вами начнем, вспомним хотя бы кратко, каким же образом мы приступим к этому управлению. Ну, изначально, изначально инициация, она начнется с устава проекта, который официально запустит наш проект, ну и соответственно в уставе, в том числе мы назначаем руководителя проекта с выделением необходимых полномочий. Ну и когда руководитель проекта со своей стороны утверждает устав, то он берет и гарантии за выполнение проекта, и берет на себя полную ответственность за выполнение этого проекта. Далее, в ходе курса мы с вами огромное внимание уделим планированию нашего проекта, огромное внимание, и много времени посвятим, и много усилий этому посвятим. Но, к сожалению, любой проект, любой проект это деятельность рискованная, и в ходе реализации проекта мы неизбежно, неизбежно будем с вами сталкиваться и с проблемами, и даже периодически с какими-то ошибками. Не ошибается только тот, кто ничего не делает, это нормально, тем более понимая, что мы пытаемся сделать какой-то новый уникальный продукт, либо результат. Ну и как следствие, ни один крупный проект, ни один крупный проект пока что еще не шел в точности с теми планами, которые были для него разработаны. Но мы тоже будем разрабатывать базовые планы, а именно проект у нас с вами будет успешен тогда и только тогда, если мы с вами выполним содержание в установленные сроки и в установленную стоимость. Если мы с вами не выполняем хотя бы один из этих критериев, то проект у нас с вами считается проваленным. Ну и для этого мы с вами выпустим три базовых плана, а именно базовый план по содержанию, базовый план по расписанию и базовый план по стоимости. А дальше в ходе реализации проекта уже в группе процессов исполнения, когда мы непосредственно приступим к реализации, мы каждый день будем получать какие-то там, либо какие-то периоды времени, будем получать какие-то необработанные наблюдения о том, что мы произвели на сегодняшний день. К примеру, сколько мы построили этажей на сегодняшний день, сколько мы там покрасили метр квадратных стены на сегодняшний день и так далее. Вот эти необработанные наблюдения мы с вами будем отправлять в группу процессов мониторных контроля, Ну а там уже будем принимать решение, насколько нас с вами устраивают те данные, которые мы с вами получили. Но при этом мы должны понимать основную цель, которую, одну из основных целей, которые мы с вами будем преследовать. А именно с момента, когда руководитель проекта со своей стороны утвердил устав и взял на себя гарантии, полную ответственность за его реализацию, вот с этого момента констатировать проблему ему уже неинтересно. Почему? Потому что переложить ответственность ни на кого уже не может. Констатировать проблему перед самим собой неинтересно. Мы уже с ней столкнулись. А следовательно, мы должны действовать проактивно. А следовательно, мы эту проблему должны предвидеть, а соответственно сделать прогнозы для того, чтобы предпринять какие-либо корректирующие, либо предупреждающие, либо корректирующие действия для того, чтобы мы с этой проблемой в принципе не столкнулись. И в том числе и на это будет направлен такой инструмент, как анализ освоенного объема. Анализ освоенного объема мы с вами очень подробно будем изучать в рамках нашего курса, но сейчас, насколько позволяет нам наш мастер-класс, я постараюсь коротко и простыми словами вам рассказать, каким же образом будет работать анализ освоенного объема. Итак, к примеру, мы с вами выполняем какой-то наш проект, но исходя из этого, допустим, выполняем какое-то содержание нашего проекта. И когда мы будем выполнять содержание этого проекта, к примеру, мы с вами строим дом, допустим, и когда мы с вами говорим, мы построили два этажа, три этажа, четыре этажа, это все будет иметь смысл только на какую-то определенную дату, исключительно. Согласно, уважаемые коллеги? Безусловно. И, соответственно, допустим, если мы говорим, мы с вами построили два этажа, или три этажа, или четыре этажа, то это будет иметь смысл только на какую-то конкретную дату. Вот, соответственно, и данный инструмент, он будет, мы с вами неоднократно будем его применять на какую-то отчетную дату. Ну, допустим, на сегодня, к примеру, на 10 июля. Да, какие данные мы можем получить на сегодня, на 10 июля. У нас с вами уже есть некие наши планы, да, но мы можем с вами посмотреть, какой объем работ мы по этим планам должны были выполнить. Но при этом мы с вами помним, у нас же с вами три базовых плана. И базовый план по содержанию, и базовый план по расписанию, и базовый план по стоимости. Ничего хорошего у нас с вами не получится, если мы с вами из этажей вычтем месяцы и прибавим рубли. Да, ничего мы с вами хорошего при этом не получим. Значит, мы должны прийти к какому-то единому пониманию, да, к какому-то единому измерению. И в качестве такого единого измерения в методологии выбраны деньги. Ну, и, соответственно, весь инструмент анализа освоенного объема работает именно в деньгах. Соответственно, когда мы с вами говорим о плановом объеме, мы с вами говорим, сколько работ, на какую сумму мы должны были выполнить по плану на сегодняшний день, к примеру, на 10 июля. Какие мы можем... Это у нас с вами будет плановый объем. Это то, что мы должны были выполнить в деньгах на сегодняшний день. Какие мы можем получить данные еще на сегодняшний день. Мы можем непосредственно посмотреть, какой объем работ реально выполнен на сегодняшний день, да, именно в деньгах. И это у нас с вами будет освоенный объем, а именно, сколько мы с вами реально выполнили работы в деньгах на сегодняшний день. Ну, а какие данные можем получить еще на сегодняшний день? Это у нас будет фактическая стоимость, а именно, сколько мы на сегодняшний день реально истратили денег непосредственно на наш с вами проект. Ну и вот, используя этот инструмент, мы с вами будем делать и анализ исполнения, а именно измерять и сравнивать, и анализировать, насколько исполняются наши с вами базовые планы, и анализ от планений, а именно изучать, насколько мы с вами опережаем, либо отстаем от нашего расписания, либо, напротив, насколько у нас с вами идет экономия, либо перерасход наших средств. Ну и исходя из этого, мы будем искать и отклонение по расписанию, и отклонение по стоимости. При этом отклонение по расписанию у нас с вами будет равно разнице между освоенным объемом, а именно то, что мы в деньгах должны выполнить на сегодняшний день за минусом планового объема, за минусом того, что мы должны были выполнить по плану на сегодняшний день. Также мы с вами найдем отклонение по стоимости, а отклонение по стоимости будет равно разнице между освоенным объемом, а именно то, что мы выполнили на сегодняшний день в деньгах, за минусом фактической стоимости, за минусом того, сколько мы реально израсходовали на сегодняшний день. Ну, найдем мы с вами такие отклонения по расписанию и по стоимости. Это что нам даст? Мы поймем, к примеру, размер катастрофы, с которой мы с вами столкнулись. Но это же при этом не даст нашу основную задачу, не поможет решить, а именно наша основная задача – это сделать прогноз, каким образом будет развиваться наш проект дальше, а именно будет он у нас с вами ухудшаться, либо он будет дальше у нас с вами улучшаться. И анализ по расписанию и анализ по стоимости нам не дадут таких данных. А для нас с вами, что самое главное? Для нас с вами, если мы понимаем, что весь метод у нас будет работать именно в деньгах, для нас с вами самое главное – уложиться непосредственно в бюджет нашего проекта. Вот budget and completion – это будет бюджет по завершению. Вот это непосредственно бюджет нашего проекта, те деньги, которые у нас есть на реализацию нашего проекта. Значит, наша основная задача – понять то, что мы с вами укладываемся именно в этот бюджет. При этом оценка на сегодняшний день, она будет приблизительная. Мы именно делаем некую такую оценку оценочную. Соответственно, мы же понимаем, что проект дальше пойдет не так гладко, а он пойдет каким-то сложным образом. Мы с вами будем сталкиваться и с проблемами, и с ошибками, и какие-то риски будут реализовываться. Соответственно, на сегодняшний день для нас с вами самое главное – это оценить, в какую точку мы с вами попадаем. Укладываемся мы в наш бюджет, либо мы выходим за рамки бюджета. Вот что будет основной задачей нашего с вами прогноза. Ну а исходя из этого, у нас с вами, возможно, две ситуации. Если у нас есть какие-то разночтения с нашим планом, какие есть варианты. Возможно, мы с вами неправильно подошли к планированию, а именно к примеру, неправильно оценили квалификацию нашего персонала, либо, к примеру, неправильно, допустим, в качестве примера, неправильно оценили производительность нашего оборудования. В этом случае тенденция сохранится, а именно наклон этого графика, он дальше изменится. Либо, возможно, другая ситуация, возможно, ситуация, что отклонение произошло из-за того, что случилось какое-то непредвиденное событие, реализовался какой-то очень большой риск. Но мы с вами при этом правильно подошли к планированию, там, как пример, и к производительности оборудования, и к квалификации персонала, и при этом наклон этого графика, он останется таким, какой он был и до этого. Вот мы с вами в ходе курса рассмотрим две совершенно различные ситуации. Ну, а сейчас за короткое время я вам очень коротко опишу, каким же образом это будет выглядеть. Ну, допустим, первая ситуация, а именно мы с вами правильно подошли и к планированию, и к производительности, и к квалификации. В этом случае что нам нужно оценить? Нам нужно оценить estimated completion, а именно оценку по завершению, а именно, куда мы с вами попадаем в конечную точку, укладываемся мы в бюджет, либо нет. Вот в этом случае оценка по завершению, если у нас произошло какое-то разовое событие, а к планированию мы с вами подошли совершенно правильно, она каким образом будет работать? Ну, и в жизни мы с вами на самом деле таким же образом поступаем. А именно, ну, в первую очередь фактическая стоимость, да, то, что мы с вами уже израсходовали, это деньги, которые уже ушли из кошелька, обратно они уже не вернутся. Плюс это то, что нам с вами еще осталось выполнить. А что нам с вами осталось выполнить? Это разница между нашим с вами базовым планом, а именно тем объемом работ в деньгах, которые нам нужно выполнить, за минусом того, что мы с вами уже успели сделать на сегодняшний день, а именно за минусом освоенного объема. Вот непосредственно это будет оценка по завершению, в том случае, если мы с вами правильно подошли к планированию нашего проекта. Но, возможно, ведь и другая ситуация, а именно мы с вами ошиблись, допустим, как пример, там, с производительностью, либо квалификацией, наклон графика у нас с вами изменится, а именно тенденции у нас с вами сохранятся. Вот в этом случае отклонения нам с вами не помогут, и нам с вами в первую очередь необходимо будет найти отношение, а именно индексы исполнения расписания и индексы исполнения стоимости. Ну и по аналогии они будут равны. Индекс исполнения расписания будет равен отношению освоенного объема, а именно того, что мы выполнили сегодняшний день в деньгах, к плановому объему, а именно к тому, что мы должны были выполнить по плану на сегодняшний день в деньгах. А отклонение по стоимости у нас с вами будет равно отношению от освоенного объема, а именно того, что мы выполнили в деньгах на сегодняшний день, к фактически страченным деньгам, к фактической стоимости. Ну и в этом случае тогда оценка по завершению у нас с вами будет равна отношению нашего с вами бюджета по завершению, нашего с вами бюджета, того, что мы должны выполнить по проекту в деньгах, к произведению этих индексов. Индекса исполнения расписания, умноженного на индекс исполнения стоимости. Вот такой математический аппарат, такой инструмент мы с вами будем использовать для того, чтобы давать оценки, а именно делать анализ тенденций, каким образом будет простекать наш проект дальше, а именно будет он улучшаться или ухудшаться. Но исходя из этого мы будем делать оценки, причем эти оценки мы будем делать неоднократно по ходу развития всего нашего проекта в различные отчетные даты. На какую отчетную дату, на различные отчетные даты мы будем получать различные оценки. Ну и самая главная задача нам будет понять, укладываемся мы в наш бюджет, либо нет. Ну а также в ходе курса мы с вами, естественно, сделаем и различные практические задачи, потренируемся, каким образом мы с вами будем использовать этот метод, инструмент освоенного объема. Ну и естественно, в рамках курса мы с вами будем предпринимать различные инструменты, в том числе в зависимости от того, каким результатом мы придем при оценке развития нашего проекта, при использовании инструмента анализа освоенного объема. Вот исходя из тех данных, которые мы будем получать, мы, соответственно, в рамках курса будем рассматривать различные пути, что мы с вами будем делать, если мы с вами будем получать те, либо иные данные при расчете освоенного объема. Поэтому, уважаемые коллеги, переходите на наш курс, мы с вами очень внимательно будем рассматривать этот инструмент. Какие вопросы есть на данный момент, уважаемые коллеги? Ну и что касается курса по управлению проектами, ближайший курс по управлению проектами стартует 21 июля. Что касается наших курсов, то, как я вам уже рассказывал, вы можете использовать и очное, и очно-заочное, индивидуальное обучение, вебинары, открытое обучение. Что касается очного обучения, то это традиционное групповое обучение в классе, при этом будет равная доля участников каждого слушателя, будет естественный визуальный контакт с преподавателем, в том числе и с одногруппниками, будет активное социальное взаимодействие, ну и будут классические формы занятий, лекции практически, части и в том числе групповая работа. Что касается заочного обучения, то будет обучение и в группе, и дома, будут очные консультации с преподавателем по интересующим темам, будет интенсивная домашняя работа, заочное обучение по видеозаписям реальных занятий, будет самостоятельный выбор темпа обучения, что будет для вас очень удобно, ну и при этом будет более доступная стоимость обучения. Также возможно индивидуальное обучение, а именно персональные занятия с преподавателем, будет самостоятельный выбор темпа обучения, визуальный контакт с преподавателем, индивидуальный учебный план, но при этом стоимость, естественно, будет выше. Возможно, вебинары, а именно онлайн-присутствие на реальном занятии группы, будет живое общение с преподавателями-однокрупниками, равная доля участия каждого слушателя, доступ к видеозаписям занятий, стоимость и качество обучения будет как на очном обучении. Ну и, возможно, также открытые формы обучения, а именно индивидуальные очные консультации с преподавателем, будет обучение производиться по видеозаписям реальных занятий, вы сможете самостоятельно выбирать темп обучения, также будет визуальный контакт с преподавателем и однокрупниками, ну и будет более оптимальное соотношение цены и качества. Также, что касается открытого обучения, у вас будет самостоятельный темп обучения, гарантия качества, при этом будет также контакт с преподавателем, также вы сможете использовать и преимущества комплексных программ, а именно комплексные программы обучения. Это уже некий ряд курсов, подробные нашими экспертами для полной комплексной подготовки к новой профессии, сертификации или повышению профессионального уровня в максимально короткие сроки. При этом у нас будет экономия средств, стоимость комплексных программ обучения будет меньше, чем тот же набор курсов, если вы изучали его по отдельности. Вы становитесь специалистом высокого уровня и сможете уверенно претендовать на хорошую должность и высокую заработную плату, также получите престижный сертификат об окончании обучения. Ну и комплексные программы входят в различные, у нас есть различные комплексные программы, куда входит этот курс, это и руководитель проекта, и руководитель проектного офиса, руководитель портфеля проектов и руководитель портфеля, в том числе руководитель проектного офиса. Уважаемые коллеги, что бы я хотел еще добавить? На сегодняшний день каждому слушателю сегодняшнего семинара дается возможность получить бесплатную консультацию по профессиональному развитию. Ну и чтобы ей воспользоваться, необходимо позвонить по телефону или написать по электронной почте и назвать промокод «Иду вперед». Ну и для этого я вам сейчас в чате непосредственно дам ссылку на такой промокод. Рекомендую вам воспользоваться, он будет для вас очень и очень интересен. Повторюсь, ближайшие курсы у нас будут проходить по управлению проектами с 21 по 23 июля в Белорусско-Савеловском центре ежедневно с 10 до 17. Какие остались вопросы, уважаемые мои коллеги? В таком случае, уважаемые коллеги, спасибо вам большое за ваше активное участие, за ваши интересные вопросы. Будем ждать вас на наших курсах. Спасибо вам большое.